Приветствую, уважаемые зрители, 8 мая сегодня, 24-го года, День памяти и победы над нацизмом. Мой собеседник Геннадий Кудков. Геннадий Владимирович, я рад вас приветствовать. Да, я также рад вас приветствовать, Василий Ильич, конечно, самое главное, рад приветствовать зрителей. Начну я с визита Си Цзиньпиня в Париж, и не только в Париж, поскольку вот вчера, во вторник, президент Франции принял лидера Китая на отдаленном горном перевале в Пиренеях. Ранее Си Цзиньпинь посетил Париж, и в ходе переговоров доминировали торговые споры и война России в Украине. Президент Франции Макрон пригласил председателя КНР на перевал Турмале у границы с Испанией, где Макрон в детстве проводил время, навещая свою бабушку. Ранее на совместной пресс-конференции с президентом Франции Макроном Си Цзиньпинь заявил, что Китай, цитирую, не является ни создателем этого кризиса, ни его стороной, ни участником. По стратегическим экономическим причинам Пекин стремится нарушить единство как НАТО, так и ЕС. Есть такое мнение, каждый из трех стран, которые посещает Си, Франция, Сербия и Венгрия, рассматриваются как потенциальный рычаг для открытия трещин на Западе, пишет Financial Times. Геннадий Владимирович, на ваш взгляд, какова главная цель визита Си Цзиньпиня во Францию? И действительно, может, он не просто с дружественным визитом, а ищет, где бы расшатать, где бы найти недостатки? Или у вас есть другой вариант, третий вариант? Ну, я могу ориентироваться только на те средства массовой информации, которые анализируют подобного рода визиты. Я хотел бы вернуться к визиту Макрона в Китай. Вот визит Макрона в Китай сначала получил осуждающую реакцию, как во Франции, так и в мире. А потом вдруг, буквально через два дня, все замолчали. И аналитики сказали примерно так, что да, конечно, вроде бы визит выглядел нелогичным, и вроде бы он там как бы подрывает какие-то там единые принципы подхода к Китаю, но оказалось, что хоть того визита своего первого Макрон удержал Китай от многих неправильных вещей, как считают теперь уже, уже теперь считают аналитики. И он, скажем, сделал вот эту морковку, да, там, или политика кнутая, пряник, вот этот пряник слащий. То есть он объяснил, что нужно не просто там ждать перспективы, а можно сделать уже многое сейчас для экономики, которая столкнулась с серьезными трудностями Китая. То есть он не просто вот подвесил морковку, а он привез в Китай очень серьезные и такие важные для Китая предложения, которые можно реализовать не откладывая. И этим самым, как считают многие аналитики, визит Макрона способствовал более сдержанные, более спокойные позиции и реакции Китая на все происходящие в мире события. Они происходят, те, которые, в общем-то, Китай не может оставаться в стране, как, увы, великая держава, да. Я почему говорю увы, потому что власть там монополизирована одной партией, даже внутри партии теперь тоже, она монополизирована одной группой партийных руководителей, нарушивших заветы Дэн Сиапина, вот, который, в общем-то, является творцом и автором современного Китая. Вот поэтому визит Сиапина во Францию не выглядит совсем вот так вот, как бы вызывающе с точки зрения того, чтобы разрушить евроатлантическое единство. Он его не разрушил, во-первых, он его не разрушил. Во-вторых, я думаю, что там обсуждаются важные вопросы от имени евроатлантических союзов, если так можно выразиться, важные вопросы и экономические, и политические. Понятно, что вопрос войны стоял там в центре внимания. Если вы обратили внимание, но я думаю, что мы все обратили внимание, все, кто следит за войной, за событиями вокруг нее, то Китай в последнее время демонстрирует гораздо большую сдержанность и большую публичную открытость этой сдержанности в отношении России, в отношении Путина. Но понятно, как я всегда говорил, что Китай стратегически, может быть, не стратегически, но политически не может отказаться от Путина. Потому что они одинаковые. Смысл, суть власти, она, в общем-то, одна и та же. Ее бесконечное удержание одной группой людей. То, что делает Путин. Просто Путин делает это через войну, он это делает через кровь, через репрессии, через убийство своих политических оппонентов. Китай это делает в меньшем масштабе, более осторожно, более грамотно, и не проявляет вот этой кровожадной жестокости, как это делает Путин. И поэтому Китай не бросит путинский режим, вот совсем. Он будет, конечно, его где-то политическим союзником, будет его очень хорошо понимать, и прочее, прочее. Именно поэтому в Си Цзепин поехал в малозаметные для Китая маленькие страны, которые... Франция, что такое Франция? Франция входит в пятерку, в первые десятки самых развитых, самых экономически мощных, самых технологически современных стран. Франция великая держава. Она входит и в семерку, она входит везде, она обладает серьезной армией и прочей, прочей, прочей. Она вышла сегодня в второе место в мире по экспорту вооружений, у нее есть еще заморские территории, у нее есть влияние еще на ряд многих стран и континентов и так далее. То, что сейчас там Вагнер вытеснял, в Францию из ряда африканских государств, я думаю, что это временное явление, оно скоро закончится. Потому что все эти африканские страны радо или поздно придут к выводу, что строить отношения нужно не с Путиным, а совсем с другими. Вот поэтому Франция серьезно держала. Но что там Си Цепинь будет делать и в Венгрии, и в Сербии, я, например, лично, может быть, я не прав, но я рассматриваю это как пас в сторону Путина, типа там, Володя Танисман, там, не сильно не переживай. Мы тут с твоими этими, про, так сказать, про российскими странами, про путинскими странами твоими, про твоими странами, мы с ними тут переговорим, перетрем какие-то вопросы, которые прям, чтобы ты там не переживал. Таким образом, Си Цепинь решил показать, что, с одной стороны, он ведет серьезный диалог с евроатлантическим блоком, а, с другой стороны, тем более, Франция является одной из наиболее жестко настроенных по отношению к путинскому режиму стран. Мы знаем, что даже там 100 человек приехали во Францию военных. Пусть они там по контрактам, не важно. Важен первый шаг. Важно пробить вот это снятие морально-числоительского варьера. Франция довольно жестко настроена в отношении там Африки и многое другое. То есть это, как бы, так сказать, противник Путина, Франции. Макрон поменял позицию. Поменял Макрон позицию французскими системами. Ну, если уж там Мари Глипен жестко на отмыш Путина хлещет по щекам. О чем мы можем говорить? Конечно, поменение и ситуация по французскому политическому встречному, она серьезно поменялась для Путина в худшую сторону. Совершенно однозначно. Вот поэтому вот он попытался как бы так сбалансировать свой визит, не раздражать сильно Путина, показывать ему, что все-таки они там морально-политически, организационно, в какой-то степени экономически поддерживают. Может быть, не в прямой военном путем, но тем не менее. В конце концов, в Китае есть возможность всегда организовать что-то через Северную Корею, что-то через Иран, что-то там через какие-то другие страны, через ту же Африку. Много чего могут они сделать. Поэтому он попытается показать, что он не занимает какой-то четкой, единой позиции в этом конфликте. Типа мы над конфликтом. Мы с теми общаемся, мы с этими общаемся. И вы там, давайте, ребята, ищите способы, как эту войну завершить. Вот примерно я вижу в этом визите вот эти, это проявление. Ну вот, по-честному, да? Франция, товароборот Франции и Китая, вот там много миллиардов. Какой товароборот? Венгрия и Китая. Хрен целых, хрен десертов, ну пусть, нет, ну я, может быть, он и большой, да? Много там венгрия может покупать, купать всякие товары китайские и так далее. Но все-таки это вот не те масштабы, это не та страна. Все-таки Франция, ну пусть там, да, для Китая смешная цифра 65 миллионов. Но это 65 миллионов гораздо. Это не, там, 10 миллионов, вот, там, в сербе, там, сколько она там сейчас, 10, по-моему, тоже самое, миллионов человек насчитывает и товароборот, и как бы исторические связи. Какие исторические связи между Венгрией и Китаем? Никакие. Какие исторические связи, какие параллели исторические между Сербией и Китаем? Тоже никакие. Поэтому здесь понятна хитрость политическая, хитрость политическая, дипломатическая. Но вот, надо, так сказать, хоть и лежит на поверхности, все равно вызывает вопросы. Да, население Венгрии там почти 10 миллионов, 9,5, а вот население Сербии 6,6. Что для Китая... Ну да, упало, потому что, да. Провинция. Разбат Югославии, да, ну что такое, какую провинцию? У них считается некрупным городом полтора-два миллиона, небольшой город, полтора-два миллиона. Короче, многоэтажка, по мерам Китая многоэтажка. Ну да, чуть-чуть. Чуть-чуть побольше, пару многоэтажек. Значит, вернемся к событиям вчерашнего дня, 7 мая, так называя инаугурация Путина произошла. После процедуры Путин приказал долго жить. К сожалению, не в том смысле, в каком мы бы хотели, не крякнул дед, а подписал тоже так называемые майские указы, в которых россиянам приказал жить не меньше 78 лет, хотя сейчас средний возраст 73. Значит, жить минимум на 33 квадратных метрах. Тут же вспоминается, помните, был комедийный шоу российского про 33 квадратных метра, где высмеивали в том числе эти метры. Но и этих метров сейчас нет, к ним надо дойти. А уровень бедности должен быть по приказу Путина не больше 7%. Но, видите, как на бумаге-то одно, бумага все стерпит. А вот на практике непослушные русские мрут раньше, живут в бедности, тесняться в коммуналках, не хотят исполнять приказы царя. Да, Геннадий Владимирович, что за непослушный народ такой? Да, я примерно, так сказать, понимаю, как говорил Фоменко в русском радио, русскому нашему народу уже столько обещан, а ему все мало. Вот примерно это укладывается в эту формулу. Обещан очень много, да, дело было на бумаге, да забыли про враги, да, там всякие есть эти приколы русского языка. Ну вот, поэтому, конечно, там 30 метров. Я почему смеюсь? Потому что только что там, по-моему, было свидание в Министерстве жилищного хозяйства, строительного комплекса. Там говорили о том, что стремительно стареет, дряхлеет этот жилой фонд, что в аварийном фонде уже там живет огромное количество людей, что, по-моему, сейчас должно выйти из строя жилье что-то 60, 55-65 миллионов квадратных метров жилья, ну, просто по причине полной изношенности. Можно, конечно, жить в таких 30 метрах, только это почти похоже на гроб с музыкой, даже без музыки, ну, просто рухнет молча, тихо. Положение жилого фонда в России, ну, нельзя сказать катастрофическое, но очень тяжелое. Я помню, мы, когда еще был депутат, мы обсуждали эту тему, я там предлагал, давайте хотя бы на 100 миллиардов каждый год восстанавливать это жилье, провалить его в горческий вид, либо там строить новое. Просто такая программа. Ну, естественно, тоже там меня слушал. Вот, естественно, там давали 10 миллиардов, 8 миллиардов, 11, а нужно было в 10 раз больше. И я думаю, что сейчас состояние слова фонда в России, ну, примерно везде такое. Ну, я не беру там, может, Москву, может быть, не беру в Санкт-Петербург, которые там купались в щедром дожде всяких инвестиций. А вот с точки зрения, допустим, там регионов, особенно небольших, средних, малых городов, поселков, там ситуация аховая. Ситуация аховая. И качество жизни низкое. Я приведу другую статистику, что ее дает пенсионный фонд, ну, понятно, что нехотя дает, что там 47 российских процентов, ну, почти половина российских мужчин не доживает до пенсионного возраста. Вот это надо понимать, 47 процентов. Или 40, нет, 43, извините, 43 процента не доживает до 45 лет мужчин. По крайней мере, тут статистика есть под пенсионные. Сколько живут женщин? Ну, наверное, живут лет в среднем на 5. больше, но все равно это не 78. Вот надо понимать, что реальный срок жизни в России... Во-первых, как считают? Вы знаете, как считают средний срок жизни? Как? Ожидаемый средний срок жизни. То есть, если, конечно, взять помножить людей, родившихся и ушедших из этой жизни, в среднем получить цифру, я так думаю, что там вряд ли перевалить за 45 лет. Ну, такая вот хитрость. Ожидаемый срок жизни. То есть, если... Ожидаемый... Если у тебя не переехала машина... Если у тебя не переехала машина, если ты из корпорации же не скончался, если у тебя там не отравился какой-нибудь гадостью, вместо водки, если на тебя не упало к лица, если еще что-то там, то ты можешь ожидать, что ты проживешь там до 70 лет. Но если пройти по кладбищу, посмотреть сроки жизни и поделить это все в среднем, там совершенно другая цифра получится. Поэтому надо ожидать. Ну, Путин ожидает, что россияне будут жить так, а россияне вот этого почему-то не ожидают. И мрут тогда... Как это там, ну... В известной мере... В Меркуль... В Меркуль, нет, нет. Ревизор, да? В нашем больнице больные выздоравливают, как мухи, да? Вот что-то похожее. Вот поэтому, да, условия качества жизни снижаются. Это совершенно очевидно. И срок жизни... Ну, как ему сроки жизни, если медицина может быть более-менее только в столичных рухтах мегаполиса? А так ее, в общем-то, по большому счету нет. Она... Ну, и плюс отправлять умирать в Украину тоже не добавляет среднего... Ну, это вообще я уже не говорю. Я говорю, в целом, если, допустим, не брать даже уровень, смертности на войне, то медицина плохая, качество продуктов плохое, охрана труда плохая, диагностика никудышная. Ну, там... Как бы повезет, повезет, а не повезет уж, извините. Не в той стране вбелись. Вот поэтому... Вот такая она ситуация. Конечно, все... Опять-таки, все очередные майские указы, они нереализуемы. Они нереализуемы. Как те майские указы, так называемые, не были реализованы, так и эти не будут. Вот поэтому, что можно говорить? Наш народ уже столько обещан, а ему все мало. Да, и вот вы говорили про те миллиарды, которые нужно выделять на восстановление жилищного фонда. Вместо этого эти деньги летят ракетами в Украину. И сегодняшняя ночь была не исключением. Я, скажу честно, проснулся от звуков взрывов в Киеве. Слава богу, это работало ПВО, и в Киеве повреждений этой ночью не было. В пригороде повреждены несколько, там, ряд жилых домов. Слава богу, насколько я знаю, на данный момент о погибших нет информации. Вот, и шахеты, и ракеты летели в течение всей ночи во всей Украине. Идем дальше. Основной организатор терактов в подмосковном концертном зале «Крокус-Сити-Холл» находится за границей, заявил исполняющий обязанности директора ФСБ Бортников. Цитата. «Мы практически догадываемся, кто это. Есть основной организатор, который сидит за границей», ответил Бортников на вопрос, удалось ли установить заказчиков теракта. И так, его глава ФСБ добавил, что не будет раскрывать другие детали, пока продолжаются следственные действия. И тут, конечно, ситуация комедийная. Ну, мало того, что формулировка такая, мы практически догадываемся, кто это. Чтобы догадываться, тут, ну, как бы ты, прямо это же ты не установил. Следственные действия не надо вести даже. Да, чтобы догадываться, можно так, как бы, пальцем поводить, в небо ткнуть. Я без всяких следственных действий сразу догадался. Да. На втором же день у меня были догадки. Да, ну и смешно еще что, значит, заявление, что, значит, он находится, этот организатор, за границей, при том, что в публичной плоскости, значит, ответственность за теракт взяла на себя ячейка исламского государства под названием Вилаяд Харасан, ну, которая явно не в Подмосковье, не в России, а где-то за границей. Поэтому тут Бортников как бы и не противоречит даже вот этим заявлениям. То есть настолько оно, ну, не то, что вилами по воде, а вообще черти чем по... Да и зачем это... Ну, в общем, мы помним заявление о том, что все это Украина сделала, естественно. Как думаете, будут продолжать тянуть эту линию? Будут, да, у них другого варианта нет. Потому что у меня складывается столько впечатлений, что теракту активно помогали все власти, видимо, под контрольным спецслужбам, помогали совершиться. Это самая мягкая версия, помогали. Вот это самая мягкая, моя догадка, что этому теракту помогли со страшной силой. А я все честно скажу, что похоже, что там совсем не те люди были задержаны. Но я не верю, что таджики, нанятые по чатикам, могли хладокровно, безжалостно стрелять толпу, уйти, потом оказаться в каком-то странном состоянии. Я много раз анализировал это. Ничего не бьется. В версии следствия не бьется вообще ничего. Просто ничего. Либо хвили. Да, но как... Возможность... Но как бомб, которые хотят использовать эту карту, продолжая, значит, настаивать, что это... А ее сейчас не используешь. Уже нет общественной огласки, уже все все забыли. Уже все, как бы, так сказать, поросло в хом. Уже общественный интерес к этой теме иссяк. Поэтому можно говорить, можно делать заявление, но это вопрос спущен на тормозах. Все. Надо понимать, что эмоции в России, особенно связанные с какими-то ужасными событиями, значит, очень кратковременный характер. Это не потому, что там... Да, мы говорим, что память тупельки инфузория у нашего народа, но это не потому, что память тупельки инфузория, потому что несчастье проблем, событий драматических, трагических и прочих неприятностей происходит столько, что психологическая защита как можно быстрее об этом забывать. Может быть, даже на подсознательном уровне. Может, даже есть какой-то закон. Я не знаю, что он скажет психологи о состоянии народа, допустим, в войну, в испытаниях, в решениях. Я думаю, что это есть какой-то психологический, медицинский закон, который действует. Люди забывают. Про теракт уже забыли. Я скажу, что это касается не только России. На самом деле, люди, которые работают в медиа, между собой, говорят, что сейчас в среднем новость живет три дня. Через три дня настолько быстрый поток новой информации, особенно то, что связано с войной, там взрывы, там погибли, там теракт, там еще что-то. И вот настолько этот поток смерти, ранений, боли несется, что смывает вот за три дня уже мы не помним практически. Мы помним, конечно, но уже не так эмоционально ярко воспринимаем. Вот, 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 я, к сожалению, подтверждаю, что это так. Видимо, это действительно какой-то общий закон выживания человечества. Когда несчастье, когда кругом смерть, разрушение, ну вот как-то память работает так, что она эмоционально не забывает остроту вот этих драматических событий. Мы пойдем сейчас к следующей теме. Уважаемые зрители, вас попрошусь нажать кнопку лайк, нравится под этим эфиром и подписаться, если вы еще не подписаны. В Беларуси решили внезапно провести проверку подразделений, способных применять тактическое ядерное оружие. Внезапно проверить подразделения, способные применять с них, распорядился Лукашенко. Аналитики подчеркнули, что проверка началась на фоне объявления о подготовке к проведению в России учений по применению тактического ядерного оружия. Они предполагают, что, вероятно, для этого будут задействованы полигоны Осиповический и Неман. Ну, тут отдельно надо взять заявление об учениях в России. Ну, можно сказать, что это просто очередная волна информационной войны, поскольку эти учения, они же регулярно и так проводятся. То есть, просто выйти об этом публично еще раз заявить, это такая очередная страшилка. А вот учения в Белоруссии, там, где раньше не было этого оружия, завезено, якобы было Путиным Лукашенко под крыло, тут для чего, как думаете, используется вот это еще, значит, мы тут еще одной дубинкой ядерной будем размахивать, у вас прямо под европейским носом. Ну, это все звенья одной и той же цепи, ядерный шантаж. Мы с вами много раз, я вообще на всех эфирах говорю, что, но, к сожалению, миру придется пройти вот этот ядерный шантаж, и мы его проходим. Я думаю, что не будет применена ядерная оружие в этой войне. И тут очень важно, вот я разговаривал с экспертами, они говорят, очень болезненно реагируют Китай. Я говорю, почему Китай так болезненно реагирует? Он же там имеет свое ядерное оружие, ядерный потенциал. Он говорит, ну, все-таки Китай понимает, что мало его оружия это полтора миллиарда граждан. И при наличии ядерного оружия и его реальной возможности применить, то вот это преимущество огромное, оно исчезает. Ну, я извиняюсь за цену, ядерные бомбы все равно сколько уничтожить человек, 20 человек или 20 миллионов, да, и в общем, по большому счету. И поэтому Китай, китайцы достаточно прагматичной болезненно относится к общей самой даже мысли про применение ядерного оружия. И является в том числе. И вот это ядерное оружие по всей вероятности, ну, как бы, так сказать, вот как мне говорили там некоторые товарищи, но оно есть, оно требует денег, а применять его невозможно. Вот, типа, вот, чуть ли не обуза, ну, не обуза, конечно, да, понятно, но все-таки это такая штука, которая, в общем-то, она и есть, но применять ее нельзя. Поэтому я думаю, что вот этот ядерный шантаж, он и будет примерно такой. Мы там командно-штабные учения проводим, действия государства расширяется вокруг этого вопроса. Пока, ну, по крайней мере, месяц назад у меня была беседа с серьезными там, военными, французскими, и они говорят, что у нас пока нет никаких данных о реальной подготовке чего-то такого, чем мы могли там опасаться, как безумие очередного российской власти. Вот, поэтому ядерный шантаж будет вести, да, риторика будет, да, запугивать будут. Да, есть люди, которые позволяют себя запугивать, в том числе в западном обществе. Есть те, которые играют на этом. Всякая там, может быть, игра вокруг этого тезиса, но вот подавляющей большинстве серьезных экспертов убеждены, что это блек, это шантаж, который не будет иметь никаких практических последствий. Но проверять на практике никто не хочет. Примерять на практике никто не хочет, и более того, там довольно жесткое заявление, жесткое заявление внутри делается. насчет даже самой мысли о возможности применения ядерного оружия, что те, ребята, вы выкиньте на фронт через головы свои. Тут уже не шутки, тут с вами шутить никто не будет. по поводу использования Украины западного оружия, вот свежее заявление главы МИД Италии Таяни, что вся военная техника, которую отправляет Италия, предназначена использованием только на территории Украины. Мы помним заявление, позицию Великобритании, которые говорят, да нет, пожалуйста, используйте по территории Российской Федерации, только так войны выигрываются. Почему такая разница позиций на ваш взгляд, почему Великобритания более смелый лев и чего боится Италия, да и те же Соединенные Штаты Атакам сопередает, но говорит, нет, только вот в Крым, да, дальше нет, Крым это Украина, а вот уже по военным объектам за пределами Украины даже оккупированы, нельзя. Ну, Италия не так вовлечена в войну, они этого не чувствуют. Я разговаривал с коллегами из Италии, с политиками, они как бы понимают, что Украине надо помогать, они понимают, что это война, но это вот от понимания до ощущения сопричастности к этой войне еще будет достаточно, ну, видимо, длинный, в Италии, по крайней мере. Я разговаривал с теми депутатами, которые, итальянского парламента, которые достаточно решительно настроены, но они говорят, что да, у нас вот, как бы, так вот до этих пределов, дальше вот мы пока вот еще вот морально не готовы. Они морально не готовы. И просто, наверное, надо работать интенсивнее с Испанией, с Италией, те страны, которые, как бы, традиционно проявляют, проявляют такую большую сдержанность, нежели, например, Франция или Великобритания, которая более самостоятельная, более решительная, более, имеет больший опыт этой ядерной державы и так далее, и тому подобное. Вот поэтому, мне кажется, здесь Италия, она вот психологически не готова. они все равно чего-то боятся. Они боятся, там, первое, станет война гораздо больше конфликта, которые начнут бояться. Они просто не понимают. Они просто не понимают. И я так скажу, что, допустим, я беру, анализирую даже наши встречи. наши встречи, вот они, кто больше с нами взаимодействует, общается и так далее, берем национальные делегации. Италия там далеко не на первом месте. Далеко не на первом месте. Хотя это серьезная страна, большая страна, мощная страна, это семерка мировая, это демократическая страна, без слова. Но она как-то немножко в стороне, относительно в стороне этого процесса. Относительно ожиданий от этой войны. Они как-то все стараются, чтобы это как-то кончилось. А они же не понимают, что когда начинается война, исчезают государственные границы, появляются только линии фронта и оперативная глубина применения тех или иных форм и методов введения войны. Нет границ. Какие границы, ребята? О чем вы говорите? Все, идет война. Границы, это они были до какого-то времени. С тех пор, как войска перешли границы, она не больше не существует. Существует линия фронта. И любая сторона имеет право наносить удары по всей глубине этого фронта. По глубине. А глубина определяется только дальнобольностью этого оружия, которое имеет любая воюющая сторона. Все. Я не понимаю многих политиков, должностных лиц поставленных, которые считают, что надо как-то вести войну в белых перчатках. война в белых перчатках здорово, только это нереально. Мы же, человечество, убиваем животных миллионами каждый день. И предпочтение делать вид, что это в мечтании происходит. Это не мы делаем. скот забивается, рыба умертвляется и прочее, прочее, прочее. Почему? Чтобы прокормиться. Но мы же стараемся кто-то делать где-то, как-то, вот, а мы там, типа, к этому не причастны. Мы там с ножом вилкой, с салфеткой кусок мяса или где-то в кафе съесть и делать вид, что мы тут не причем. Ну вот, война, она такая штука, она все обнажает. И тут ни при чем быть крайне сложно. С ножом вилкой в белых перчатках и, так сказать, пытаться вести войну невозможно. Это надо объяснять и итальянцам в том числе. Я вот вчера написал в твитте, говорю, ребята, вот там, конечно, имеем право осуждать Израиль. Вот, допустим, сектор газа. Ну да, все, конечно, страшно, уже выглядит ужасно, все плохо, когда гибнут мирные люди, это ужасно. Но почему-то все забыли, что с этой территории, с этих рыждомов, с этих детских площадок, с этих больниц, школ, вылетело на, для того, чтобы убить израильетян 6300 ракет. Просто там сбили их. А если бы не сбили? А давайте представим, 6300 ракет запущенных сектор газа наносят удары по, куда попадает, точность не такая, а бы куда. Что было бы тогда? Как вы бы это к этому отнеслись? Ведь те люди, которые там жили, мирно, они же видели, что в их дворах разворачивают ракетные комплексы. Это не рогатка какая-то. Это пусковая установка, это ракета, это боевое взрывчатое вещество и так далее. 6300 ракет взлетело с территории 2 квадратных километра. И сколько там сектор газа? Ну, не 2, а это больше. Больше. Ну, не важно, все равно там с каждого 2 раза летала ракета. А потом, что, обижаться? Ну, с каждого 2 раза летала ракета, чтобы убить израильтян. я говорю, нет, убедите войну в белых перчатках. То, что там подземные коммуникации, то, что там штабы под госпиталями, под школами, да, конечно, это очень плохо, да, Но это кто сделал-то? Кто это сделал? Если вы хотите помочь мирному населению, откройте границы, сделайте фильтрационное лагеря, выведите мирное население, пусть и рыбу, не убивая разъемных миллионов, так сказать, животных самым варварским способом. Ну, давайте же по-честному, человек до сих пор еще, так сказать, это существо, которое живет за счет того, что убивает других живущих на планете. Да, можно это тем спорить, но, тем не менее, это так. Каждый день идут десятки миллионов убийств животных. Вот, поэтому, давайте же мы здесь все-таки будем честны сами с собой. Войну невозможно, к сожалению, ввести в Белых Керчатах. Да, надо стараться избегать. Да, надо стараться минимизировать потери гражданского населения. Да, ни в коем случае не превращать гражданского населения в цели и смысл войны. Но лишать возможности одну сторону, в которой наносятся по всей территории удары ракетные, применять в ответ оружие, это, мне кажется, совсем нечестно. Уважаемые зрители, еще раз попрошу вас нажать кнопку лайк, нравится и подписаться, если вы это еще не сделали. Геннадий Владимирович, я вас буду благодарить. Спасибо большое. Как всегда, интересный и содержательный разговор. Спасибо. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok